И о других союзниках. Однопартийцы Авакова из Народного фронта вот-вот создадут коалицию с БПП и радикальной партией Ляшко. Одно из интернет-изданий обнародовало план создания нового альянса. Согласно документу, главная цель объединения – не допустить распуска парламента. Коалиция создается с долгосрочным прицелом к выборам 2019 года. И будущие коалицанты вовсю делят посты. Отдельной строкой прописаны риски радикалов. Так, к вступлению в союз они готовы только после подписания соглашения с МВФ. Дабы не портить имидж пенсионной реформой или нормой о продаже земли. Предусмотрен планом и ребрендинг Народного фронта. Распределение его нардепов в разные фракции и группы. Спасет ли это большинство? Мы поинтересовались у политологов. За счет привлечения радикальной партии, очевидно, попытаются найти вот этот новый политический баланс. С прицелом на то, чтобы избежать досрочных парламентских выборов. Однако, этот выигрыш, эта победа может оказаться первой. То есть, а выигрыш весьма сиюминутный. Участие в этой коалиции, оно может оказаться фатальным для радикальной партии. С другой стороны, оно никуда не исчезает политический кризис. И, как знать, возможно, выборы как раз появились тем клапаном, который выпустил бы парк социального и политического напряжения. И, может так обернуться, что даже создав эту коалицию, рассуждая о своем будущем, ну, участники, коалиции анти нынешние, рискуют его потерять. Эта коалиция, безусловно, необходима владея для того, чтобы и защитным партнерам Міжнародного вооруженного фонда, новой администрации в США продемонстрировать свою функциональность. Реальная коалиция будет формироваться ситуативно, как на рынке, шляхом педклинивых торгів для голосования того или иного законопроекта. Я думаю, что она проживет в рамках одного года. Лише до конца этого года кризис досягнет новых вершин, социально-экономичных и политических. И, серьезно, мы видим на вопросы строковых парламентских выборов, и эта коалиция навряд ли переживет.